Какие фильмы итальянского неореализма ваши самые любимые? И какие вы чаще всего пересматриваете? Почему популярность неореализма так быстро сошла на нет? Спасибо за стрим. Да, вопрос хороший, когда-то очень популярный в 70-е годы. Это вопрос был уже, когда волна почти почила в Бозе. Ой, мои любимые фильмы неореализма – это фильмы не в стиле неореализма. Вы понимаете, какая штука? Вот Висконтия, с моей точки зрения, это величайший режиссер всех времен и народов. И он же, в общем-то, даже не один из, я бы сказал, прародители этого жанра, потому что Латера Трема, Земля дрожит, и в деревне Ачетретса в Сицилии, вот там все это рождалось. И он же от него и отказался, и похоронил в эстетике, когда отошел от Рока его фрателли, его братьев к эстетике Леопарда, и уже туда дальше, в коду-то Дель-Ядей. Люди сначала восприняли это как что-то новое, свежее, модное, а потом им всем надоело, это чернуха. Но сейчас это смотрится как фрески, да? А тогда, по сравнению с какими-нибудь произведениями классических красот 30-х, 40-х годов, это, конечно, была чернуха. Потому что социальная тематика, какие-то бандиты, боксеры, нищеброды. И неважно, насколько это талантливо сделано, но устаешь просто. Ты и так там живешь, может, не очень богато, а тут тебе еще проблемы. Вот тебе проститутка Кабирия в нищете ее все бросают, вот тебе деньги вынужден зарабатывать в Рока его братья Холлен Делон, тем, что идет на боксерский ринг. Вынужден зарабатывать, еще там и хуже есть, как он зарабатывает, вынужден. Но это такое, как бы, описание, вот я объясняю, почему людям надоело, да? Но при этом, конечно, если мы берем лучшие достижения, вот как тоже и Ночь Кабирии, и Рока его братья, это шедевры человечности вне, я подчеркиваю, вот не надо, что это про низшие классы и так далее, выкиньте эти низшие классы, потому что, допустим, я всегда привожу пример, вот сцена в душе Олен Делон в Рока и Цаффратели, и там так поставлен свет, это же свет, это не душ, да? Так свет поставлен, что фреска, ощущение, что это свет Джотто, то есть снято как фреска, это не новая драма, это не социалка, то есть он снимал социальную тему в Висконте, как будто это что-то во дворце происходит. Во дворце вы можете, если человек без таланта, он во дворце снимет, как будто это в Хрущевке, а талант снимет в Хрущевке, как будто это во дворце. Вот. И, соответственно, вот был такой... Это надо, чтобы сложилось. Определённая чувственность и эмоция Италии, яркость итальянских характеров, темперамент. Великий, действительно, очень талантливый. Вот сошлись эти люди. Да, и Висконси, и Антониони, и Расселини, всё это вот так как-то вместе. То есть, сошлась эпоха, слом эпох, как бы вот поствоенной сошлась. И получилось временное чудо, от которого же они потом отказались, потому что оно именно временное. И пошли дальше каждый своим путём. Вот. Поэтому отношение, оно очень конкретное. Какому-то фильму, какому-то режиссёру одно, какому-то другое. Как явление, мне это не близко, потому что нарочитое, когда происходит внимание какому-то классу, пожалуйста, если... Вот ты вдохновлён сюжетом снять про деревню или про монарха конкретно. Окей, делай. Но если ты специальный... Ой, сейчас мы будем снимать про низшие классы. Нет. Вот я считаю, что это просто убийство искусства, когда специально есть какая-то задача такая социальная. Это в публицистику, в науку, пожалуйста, пишите монографии, публицистику, всё что угодно, но это не в искусство. Вот. Этот момент. Ну, как-то... Потом то, что было... То, что вышло из неореализма, но я бы не сказал, что это неореализм. Это немножко уже другое. Это уже всё-таки общий такой, знаете, над стилем. Замечательный брак по-итальянски, да. Возникает такая, вроде бы, да, про небогатую девушку и более-менее обеспеченного Дона Думе. Но тоже есть сюжет неореализма, но снята как мелодрама над неореализмом. И сценарий писал мой... С кем я приятствовал, лично дружил с Тони Нагуэра, который писал сценарий. Снималась София Лорен, София Лорен, настроение... Вот как бы уже переход такой был, да, переход. Но в целом, я думаю, что после Леопарда всё было похоронено. Потому что Леопард в Висконте взлетел на такую эстетическую и смысловую метафорическую высоту, что оставил поиски, значит, социальные, ну, так далеко, ну, просто даже нечего вспоминать. Сегодня, конечно, всё это смотрится как Эверест, вот в какую мы яму упали. Продолжение следует...